У моря, у синего моря, со мною ты рядом, со мною Саня, вставай! Подъём! Что там? Пиво принесли? Я не говорю, вставай! Ну что там, лежак освободился или что? Саня, мы на банане! Твою ж тёщу, как я здесь оказался, я ж спал на пляже Я решила покататься на банане Но у этого дурика не было сдачи с 200 гривен И я решила взять другого дурика, тебя Спасибо, мама Что дальше было? Ну что было дальше? Катер сделал крутой вираж, но банан поехал дальше Ну это понятно Мы несколько километров тащили этот катер А потом этот придурок оценил риски И перекусил трос Логично Я думаю, он наслышан о ваших похождениях в отеле Саня, что нам делать? Что делать? Снимайте лифчик Ты что, дурак? А что, мы сейчас с вашего лифчика такой парус заделаем Глиссером к берегу пойдём Вот так Нас уже отнесло далеко и с берега не видно Ай, мама Да вас видно откуда угодно Вот хорошо В отеле уже заметили, что нас нет Ага Я думаю, заметили и уже отмечают Это чего? А вам напомнить, мама? Да Кто застрял в трубе в аквапарке? Кто все батуты на пляже порвал? Американские горки, те впервые в обратном направлении поехали Ой, ты мне ещё цунами в бассейне вспомни То бог с ним Но зачем? Объясните мне, зачем вы участвовали в конкурсе «Мокрые маечки»? Между прочим, я выиграла Вы выиграли А все мужики на пляже протрезвели от вашего выигрыша Зачем вы поломали молотом все силомеры? Ой, молчи уже, доходяга Я, между прочим, не доходяга Силомер один раз показал, что я дрыщ Во-во-во-во Вот так моя дочь тебя и называет Кстати, моя доченька Она сейчас вызовет полицию и нас спасут Да в жизни сюда полиция не приедет Потому что все приморское отделение прекрасно помнит Как они не могли утихомирить шальную императрицу А потом, когда утихомирили, им это все равно не помогло Потому что Приус оказался гораздо меньше Чем будуар императрицы Ну, и шо нам делать? Шо делать, шо делать? Откуда я знаю, что делать? Вот столько раз я представлял эту ситуацию Но чтоб вот так вас в последний путь выносят на банане Вот одно радует Акулы нас точно не съедят Это чего? Ну, у них же есть инстинкт самосохранения? В отличие от вас Мама Есть идея? Значит так, смотрите Вы сейчас слазите с банана и прямо в воду А дальше? Дальше я еще не придумал, но первая часть плана мне очень нравится Все-таки я так хочу, чтобы нас к берегу прибило Я надеюсь, что только вас А меня вот к Турции Вот это было бы круто А прикиньте, нас в Крым прибьет Я себя уже вижу, эти заголовки под вашей фотографией В Крыму небывалый наплыв туриста На пляжах Крыма нет свободного места Встречала рыбачу апостола мне Спаситель этого холодина Мужик, ты откуда? Я с цибицы Отклянусь, спасемся, точно наибицу схожу Ну раз уже такая ситуация Хочу вам, мама, признаться Помните, на вашем крайнем дне рождения Да что там, последнем Что ты меряешь, ты? Повар ошибся И на торте написал С днем рождения, ведьма Ну? Так вот это не повар ошибся А помнишь, как моя дочь Была сто процентов уверена, что ты изменяешь? Конечно помню, я двое суток на улице ночевал Так это я ее накрутила Ох, так А помните, мама, вам было плохо А скоро помощь, что не ехала и не ехала А знаете почему? Почему? Потому что я ее не вызывал А помнишь, как я тебе пару раз по шее грела Что ты двое суток лежал без движения? Ну так, напомнила, чтоб ты не расслаблялся Помню, помню А, зятек у меня, да? Ни рожи, ни кожи, ни денег Мама, а вы можете это все в воду говорить? Зачем? Просто у вас язык как пропеллер Сейчас как моторка пойдем Вот так вот Саня Надо плыть туда Что именно туда? Не туда, не туда А туда? Саня только оттуда несет шармой и шашлыками То есть даже в такой ситуации вы своим привычкам не изменяете У вас прям как по расписанию В час обед Спокойно Мама, спокойно А ты хороший человек Тихо, 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 мамуль Спокойненько, спокойненько Просто каждый нормальный мужик Который отдыхает с тещей Всегда должен носить с собой ножик Ну, мамуль, а? Все, все, все нормально Закрыл, закрыл А, закрыл чудесно, так Мама, а что вы делаете? Я мажу тебе спиночку кремом Потому что я люблю скорочку Мама, не надо Я не вкусный, мам, честно, я говорю Мама Зато и проверим Алло Привет, дружище Да, да, круто погуляли Фу, слушай, сутки отхожу Отойти никак не могу Да, вот сейчас только поставил телефон на зарядку Все-таки, знаешь, хорошо, что я отправил маму вместе с женой в Европу 500 евро на двоих, тур выходного дня, да Ну, ладненько, все, хорошо, давай Пока мне надо встречать их с аэропорта Все, давай Не понял Сына Мама Буся Яна Представляешь, у нас багаж украли А это что? А это ручная кладь Так, по мелочам купили А с мамой что? Устала? Буся, давай потом с расспросом Я два дня не спала Подожди Мне уже интересно Как вы там в Европе отдохнули? Рассказывай Ну как? Нечего рассказывать Скучно в Европе Вот ты был прав Скучатища Ой Сына, у нас нигде тут тазика нету было Какого тазика, мама? Я тебя специально отправил с Яной, чтоб ты проконтролировала ее Посмотрела, чтоб все было хорошо Все было зашибе Господи, мама Ну, рассказывайте Много потратили А ты что, смски из банка не получал? Нет Да я только телефон на зарядку под Я не понял Ты что, брала мою карточку? Так На всякий случай На всякий Случай О, сейчас начнет Так Пойдем по порядку 20 евро в аэропорту Это перегруз багажа Мы же не знали, какая там будет погода 40 евро в аэропорту А это перегруз пассажира Ну да, с мамой всегда так Бутылка мартини Буся, ты же знаешь, как я боюсь летать Так Бутылка коньяка на борту самолета Буся, ну ты же знаешь, как мама боится летать Бутылка виски Буся, ты же знаешь, как мама боится остановиться Хорошо 30 евро Пропускаем Это мелочь 300 евро 300 евро Буся, твоей маме делали операцию Мама, какую операцию? Мне удаляли татуировку Яна, какую татуировку? Ну ту мелочь, которую ты пропустил за 30 евро Еще салон А это стрижка Что-то я не вижу, что у вас что-то поменялось Это интимная стрижка Хорошо, вечером проверю Это не она О, шуба пришла Твоя или моя? О, шуба пришла до 5 лет Это пришла моя Чем? Черт за телефонный переговор. Так вы все-таки кому-то звонили. Люся, мне же надо было посоветоваться белую шубу брать или черную. А с мамой нельзя было посоветоваться. На тот момент уже нельзя было. Буся, ну это такие классные шубы, таких в Украине нет. Ну, и где ваши шубы? В украденном багаже. 300 евро. Что это? Это пиво. Какое пиво за 300 евро? Бельгийское. Разливное. Мама что, бочку выпила? Нет, мама выпила багальчик, но в Бельгии. Зато мы посетили памятник архитектуры, скульптуры. Писающего мальчика, вот. На 200 евро? А это уже штраф. За что? За писающую женщину. Вот. Мама! Снятие наличных. Вам нахрена в Европе наличные, а? Не говори, мама. Это секрет. Какой нафиг секрет? В Европе наличные нужны только для трех вещей. Для покупки наркотиков, оружия и проституток. Бинго! Тристрюк! Вот так. Зато европейцы, они такие хорошие, они нам обратную дорогу оплатили. Яна, это называется депортация! Да? Ага. Ну-то теперь понятно, что вы на час раньше прилетели. День. Что? Мы прилетели вчера. Нас задержали в Борисполе и ждали, пока мама начнет говорить. Мама, ты что-то скрывала? Мама вообще не могла говорить. Она просто в Амстердаме кое-что переела. В Амстердаме? О-о-о! Мне уже даже интересно. А что ж такого мама переела в Амстердаме? Кексика. Буся, ну ты не переживай. Мы же и тебе подарок привезли. Сейчас. Твой любимый односолодовый виски. Вот это Яна Жрусь. Телефон? Яна, телефон. Зачисление на счет 200 евро квартал красных фонарей? Вы что там делали? Я тебе говорила, что нужно было брать наличие. Яна! Сына! Это мои. Еще 200 евро? Это тоже мои. Еще 200 евро? Сына, там их много. Это мои. Сыночка. Знаешь, я хочу тебе рассказать большой секрет. Скоро у тебя появятся братья. Мама, ты что, беременна? Дурачок. Его зовут Мигель, ему 28. Он завтра прилетает в Борисполь. Я думаю, что вы подружитесь, мою хорошую любовь. Мама. Мама. Са. Яна. Саша. Мама. Беги! Яна. Яна. Давайте, давайте, потому что не успеем. Давайте идем, идем, идем. Зачок, а это точно безопасно? Да точно вам говорю, сколько лет мы знакомы с вами. Мама. Я потому и спрашиваю. Давайте. А самолет точно в Египет? Да в Египет, в Египет, мамочка. А что с поля стартуем, Саша? Мама, это очень горячая путевка. Может, вы вообще в последний раз летите? Что? Ну, по такой цене. Давайте, мамочка. Где мой багаж? Да в самолете уже, мамуля. Давайте, идите, идите. Вы сейчас на самолет не успеете. Я потом об этом всю жизнь жалеть буду. Санечка. Яна, а ты почему не на работе? Да я отвратилась. Привет. Ну что, мама согласилась? Конечно. И что, прям так легко? Ты знаешь, так легко пошла, как теща под лед. Саша, ты ей точно сказала, что у нее прыжок с парашютом? Да, да, да. Да, конечно, наша же мама сюрпризов не любит. Ну, конечно, потому что твои сюрпризы всегда одним и тем же заканчиваются. Яна, что ты такое вообще говоришь? Я всегда для мамы все самое лучшее. Вот вспомним хотя бы купание с дельфинами. Саш, с касатками. Ну, на фоне мамы они были как дельфины. Или вот, соседку ее, вот эту подружку, в дом к нам пригласили. Саш, ты змею принес. Ну, они же подружились. Или... А на пикник я ее вывозил, а? Пикник? Ты просто вывез ее в лес, оставил там одну с лопатой. Да, хорошая попыточка была. Саш, я тебя прошу, пожалуйста, пообещай мне, что ты делаешь в последний раз такой экстремальный подарок. Я надеюсь. Саша. Обещаю, обещаю, да. Ты знаешь, так неудобно, не успела с мамой попрощаться. А, Яночка, Яночка, Яночка. Успеешь ты еще со своей мамой попрощаться? У тебя еще целых три дня будет. Нет, ты знаешь, я все-таки ей позвоню. Ну, Ян, ну, ну, ну... Алло, мамулечка, привет. Слушай, а как ты так согласилась? В Египет? Саша. Ты сказал маме, что она летит в Египет? Я же не знаю, где она приземлится. Ветер сегодня сильнейший просто. Саша, ты ее обманул. Нет. Я сказал, мама, возможно, вы приземнитесь в Египте. Мамочка, не переживай, все будет хорошо. Вот так вот все будет. Саша, а если вот так все будет? Почему она кулаками бьется в иллюминатор? Яна, Яна, стыдно не знать. Это ж старинное летное прощание. Давай вместе. Пока моя брючка, пока моя хорошая. Ну теперь-то точно, все будет хорошо. Саша, Саша, то я как-то переживаю. Да что переживать? С ней же инструктор прыгать будет. А что, самолет уже улетел? Да. А вы что, тоже прыгать хотели? Вообще-то да, я же инструктор. Вы кто? Подождите, самолет улетел, в нем моя мама. Господи, где вы были? Да меня кто-то в туалете закрыл. Пока прет. Подождите, если она там без инструктора, у нее же запасной парашют должен автоматически открыться, правильно? Конечно, запасной открывается всегда автоматически. Давайте я вам на ее парашюте как раз и покажу. Вот здесь запасной вылетает. Чей это парашют? Ой, це ж ваш, вы не забрали. Це, получается, я вам деньги должен. Не надо, не надо, это такая мелочь, господи. Саша, она там без парашюта. Да, Ян, не волнуйся, ты же знаешь свою маму. Она по-любому кого-то парашют отберет. Подождите, но она же не прыгнет без парашюта. Ну, по инструкции, все, кто на борту, должны прыгнуть. Тем более, там сегодня Михалыч, он за этим строго следит. Подождите, этот же Михалыч не выпихнет мою маму без парашюта? У него осячек не бывает. Я же говорю, профессионалы. Саша. Пошла. Саша, Саша, что-то идет не так. Все идет отлично. Саша, почему она руками машет? Это она нас приветствует. Мамушка, привет, мама. Саша, Саша, нужно что-то сделать. Да, 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 конечно. Вот так хорошо будет. Саша, это не смешно. Вот была права мама, когда говорила, что у тебя куриные мозги. Один-один. Мамулечка. Вы можете что-нибудь сделать? Могу сделать вам скидку. На следующий призок. Саша, мама падает. Да ладно, Ян, ну что ты переживаешь? Может, она не упадет вовсе. Это как это? А вот так. Собьет ее наша доблестная ПВО. Как летящий, неопознанный, вечно матерящийся объект. Саша, вы можете сделать что-нибудь полезное? Я не знаю, там, подстелиться сено, солому. Что еще там есть мягкое? Пух мягкий. Точно. Пусть земля и будет. Саша, мама, мамочка, не переживай, все будет хорошо, мы что-то придумаем. Мамуля, мамочка, а вы левее забирайте. Левее. А что там левее? Кладбище. Я просто хотел сэкономить на доставке. Саша, подождите, посоветуйте ей что-нибудь. Расслабьтесь. Мамочка, расслабься. Расслабленное тело получает меньше переломов. Это я вам говорю как профессионал. Мамуль, вы уж там напрягитесь. Мамочка, вы пока там сверху гляньте на окружной пробка рассосалась. Нам стоять или ехать? Саша, какие пробки? Мама, мамочка, держи, мама. Боже мой. Мамочка, все хорошо. Обожди. Здравствуйте. Это опять я. Да, на сегодня мероприятие отменяем. И столовую тоже. Алло. Нет. Ничего не отменяем. Только яму поуже. И оркестр не надо. Мама. Я ему сама спою. Я тебе сама спою. Мама. Вы раскрыли. Саша, ну быстрее. Ну что ты там копаешься, Саша? Слушай, Вика, я на стенд их разыскивают засмотрелся. Там мужик реально на твою маму похож. Здравствуйте. 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 Что случилось? Пропал человек. Да, но нам не к спеху. Как это не к спеху? Мамочка моя пробала. Не волнуйтесь, найдем. Вот это я и волнуюсь, что вы ее найдете. Скажите, пожалуйста, а всех пропавших находят? К сожалению, нет, но находят процентов 80. А, так шанс все-таки есть. Конечно, конечно. Причем очень большой шанс. То есть вы считаете, что 20% это очень большой шанс? Наша. Так, скажите, пожалуйста, где вы видели вашу маму в последний раз? Так прикольно сказали. В последний раз. Что ты издеваешься надо мной? Да ничего, я не издеваюсь, Вика. Что ты начинаешь? Может, твоя мама вспомнила про родину свою и поехала на седьмой километр за носками? Почему за носками? Она родом из Житомира. Нет! Все, хана. Депортировали твою маму. Выгнали ее со страны вообще. Она ж ходила всем, рассказывала, что ей Саакашвили нравится. Все. Под зад ее. Ну, Саша. Что? Ну, что ты делаешь? Скажите, а откуда вы вообще взяли, что ваша мама пропала? Ну, да, действительно, Вика. Может, она просто утонула. Вообще дурак, что ли? Вы понимаете, она ночь не ночевала, трубочку не берет. Я чувствую, что что-то случилось. Сто процентов, сто процентов. Я о другом даже думать не хочу. Бывают, конечно, случаи, когда отдыхающих в море уносят на матрасе. Да не, вы что? В Одессе еще такого шторма не было, чтобы маму с места сдвинуло. Скажите, вы уже куда-то звонили? Конечно, звонил. Первым делом позвонил в морг. Но ее там не оказалось. Но я надежды не терял. Звонил каждый час. О, сейчас, секундочку, извините. О. Алло. Да, морг. Ага, хорошо. Ну что, чем порадуете? Сейчас, секундочку. Слушай, Вика, у твоей мамы на спине родинка величиной с кулак была? Нет. Не она это. Да, звоните, звоните, конечно, я всегда на связи. Все, счастливо. Я хотел спросить, домой вы звонили? Ну, конечно. Что ж, я один в себе такую радость держать буду. Я тестю позвонил, обрадовал. Ну, наберите еще раз, может, она вернулась. Нет ее дома. Ну, ты даже ничего не спросил. Ну, а что спрашивать? Музыка веселая играет, тесть пьяный в зюзю. Понятное дело, что нет. Бывают, конечно, случаи, людей воруют и отдают в сексуальное рабство. О. Я теперь наконец-то понял, как она Петровича свои лапы заполучила. Она его купила. Ну, не мог же он сам согласиться на ней жениться, правильно? А может, действительно. Ну, это же курортный город. Она встретила мужчину, завела роман. Правильно, правильно, правильно. Поднимайте все сводки. Ищите изнасилованного мужчину в особо тяжелой форме. Даже, даже ты издеваешься надо мной. Вы понимаете, я боюсь, что ей плохо стало. К сожалению, возможно. Температура могла не выдержать. Да, да, да. Это как в том видео, помнишь, ты мне показывала? Где одна женщина, похожая на твою маму, легла такая на мостовой и лежала такая. Это была лошадь на Греческой площади. Не, ну со спины один в один, что? В редких случаях, конечно, людей воруют на органы, но... Вика, это и есть наш случай. Чего это вдруг? Да твоя мама, это мечта черных транспортологов. Почему? Да своей мамой пять человек сделать можно. Погнали на привоз. Подождите, куда вы? Опишите, пожалуйста, как она выглядела. Ну, она вообще такая... Помолчи! Крупная. Крупная. Метр восемьдесят на два девяносто. Просила, чтобы из дуба был. Из какого дуба? Из моренного. Дурак! Она такая, знаете, пышечка. Такая, похожа на... На носорога похожа. Такая, знаете, вот с раздвоенным языком такая. И кожа у нее раз в год слетает. Шутики? Нет, правда. Она сейчас пьет гормональные таблетки. Во! Так что, если к вечеру ее не найдем, будем уже искать мужика с бородой. Скажите, враги у вашей мамы были? Вика, я все время с тобой был. Да не было у нее врагов. Она вообще такой светлый человечек. Бесконфликтный. Ой, записывайте. Первый подозреваемый, значит. Хозяйка квартиры, у которой мы комнату снимаем. Продавец еврей, которого она обсчитала на рынке. Женщина, у которой она украла лежак на пляже. Мальчик, у которого она отобрала кукурузу. Ну, подождите, это много уже. Так это только первый день, вы слушайте дальше. Так получается, что ваша мама конфликтный человек. Ну, скорее такой неприятный. Вот, видите, чтобы объяснять вам всю ее неприятность, вот пошла она фотографироваться с Утесовым. И вот, вы знаете, мне на секунду показалось, что Леонид Осипович даже немножко как-то от нее отсел. Понимаете? Вот такая вот. Скажите, пожалуйста, приметы особые есть? Ну, там, шрамы? Не, шрамов нет. Сколько не пытался, ни одного не... А я смотрю, вы не очень ее любили. Может, она специально от вас убежала? Что? Вы что? Да в жизни бы она мне такого подарка не сделала. Скажите, привычки какие-то необычные у мамочки вашей были? Ой, вы знаете, она ходит во сне. Но в туалете и в холодильнике мы смотрели, ее там нет. Ну, ходит она обычно только в эти места. Иногда их путает. Вот я вчера открываю холодильник, думал кекс, понимаете? Саша! Была у нас, конечно, история мужика пропавшего. Рыбаки сетями выловили. Какой кошмар! Ну-ну, рассказывайте, что там. Ну что, достают они его. А мужик этот живой. Есть у вас истории со счастливым концом, а? Так, пожалуйста, фотографию пропавшей предъявите. Ой, Саша, а где фотография мамы? Какая? Там, где она с обезьянкой? Да. Отдал ее в бюро ритуальных услуг. Зачем? На всякий случай. Слушайте, два часа объяснял, где мама, где обезьянка. Капец. Ну тогда опишите ее. С матюками можно? Нет. Тогда, Вика, давай ты. Она такая... Секундочку, секундочку. Сиплый! Сиплый, путь сюда! Начальник, как я приду? Я же в камере. Ой, типа ты не знаешь, что она открыта. А, в натуре. Че надо, начальник? Че, че? Художник штатный в отпуске, вот надо хорошим людям помочь фоторобот сострепать. А я тут при чем? А то есть, как деньги фальшивые рисовать, так Сиплый первый. А как помочь людям... Ладно, ладно, че там, давай. Перерисуй. Описывайте. У нее глаза голубые. Ну такие сверлящие. Ушки маленькие. Но все слышат. Нос аккуратный. Но везде лезет. А, слушайте, дышит она еще вот так вот. А-а-а! А-а-а! Вот так. Мужик, ты сейчас один в один мою тещу описываешь. Вот. Ну че? Ну вот, короче. Сиплый, это че такое? Че у меня только президенты нормально получается. Нет, че, похоже. Да? Ну прям один в один, реально. Один в один? Вот похоже. Да? Ну все, тогда надо расклеивать объявления по городу. Не-не-не-не-не-не-не. Ни в коем случае. Вы что? Мы всех туристов распугаем. Разберемся. Сиплый свободен. А-а, ништяк. Свободен в камеру. Блин. А вы, пожалуйста, будьте добры. Имя, отчество, фамилия пропавшей. Марина. Марина. Францевна. Францевна. Пудель. Что вы смеетесь? Лучше скажите, что делать. Извините. Ну что, что. Как я говорил, расклеивать объявления. Да, так и напишем. Пропал Пудель. Целую. Прошли, ребят. В чем мамочка была одета? Так, у нее была тельняшка с надписью «Одесса, мама». Бескозырка и сумка с надписью «Я люблю Одессу». А, а в сумке была бутылка чачи. Найдете? Не волнуйтесь, найдем мы вашу тещу. Да при чем тут теща? Я про чачу спрашиваю. Найдете? Прошу. Алло. Что? Глаза выпученные? Да. Пена у рта? Да, да, да. Троих уже покусала? Все, Викусь, нашли твою маму. Ну так пристрелите ее к чертовой матери. Правильно, правильно. Да какое общество защиты животных? Вы хотите, чтобы собака нам туристов распугала? Не Пудель? Дворняга. Вот. Поймали опасного рецептивиста. По ориентировочке. Мамулечка моя. Ну что, зятек? Ты думал, я из одесских катакомб не выползу? Да? Я тебя сейчас схвачу за балабоны. И ты у меня будешь на банджо-джампинге прыгать. Что вы смотрите? Страняйте в нее. Это по-любому. Ну что, Валюха, рубаешь уже, да? Да. Все вроде принес. Вась, а в каком ведре шашлык? В обоих. Курица, свинина. А не много ли два ведра? Так это же дети приедут. А, ага, ага. А где майонез? Там смотри. Маёвочка, маёвочка. А, о, нашла. Вась, ну ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Чего это издеваешься? Я ж тебя просила купить низкокалорийный. Я ж на диете. Так шо мне теперь его? Выбрасывать, что ли? Ну, Вась, ладно, потерплю. Потерпи как-нибудь. Вась, только не бей. Шо? Вась, мне кажется, я холодец забыла. Ты вообще думаешь своей головой? Шо эта самоёвка без холодца-то? Всё, спасибо тебе за праздник. Собираешь водки, поехали домой. Всё. Сейчас я посмотрю. Всё, моё. А, нет. Да как же ж это? Ой, нашла. Чего ты? Вась, нашла. Фу, боже, ты такой умный у меня. Так ты хорошо придумал еду в ведрах набрать. Ну, так. А это шо за ведро? А это? Это такое ведро, всем ведром ведро. Это самогончик под шашлычок. А не много ли тебе будет? Так он же это, низкокалорийный. Всего 39 градусов. Как ты любишь. Лайт. Ну, так шо, может за 1 мая тяпнем по маленькой? Ну, давай. Между нами тает жир. Ты шо, издеваешься шель надо мной, а? Чего это? Ты шо, забыл? Шо? Я ж на диете, мне ж нельзя. Если б я забыл, я бы взял 2 ведра. А так оно одно. Подожди-ка. А плавки-то мои не забыла? Вась. Валя. Вода ж холодная, Вась. Ну и шо, шо холодная? Ты шо, не знаешь, я каждое 1 мая открываю купательный сезон. То ты ж его голым открываешь. А, ну да. Ну да. Ладно, хорошо. Так. Что у нас? Ну давай, занимайся шашлыком, Вась. И я тебя очень прошу, не пей. Да ты шо, я сам так никогда. Это ж маевка. На маевке самое главное шо? Компания. Понимаешь? Пошли из детей. Ой, ты знаешь. Так, с такой-то поляной оно и будущего зятя встретить-то можно. Не стыдно будет. А у них там серьезно хоть все? Ой, ты знаешь, тьфу-тьфу-тьфу. Вроде все хорошо. Да. Этот держится дольше всех. Смотри какой, а? Но пока за свадьбу дело не идет. Ничего. С такой поляной, да под такую закуску. Он мне прямо здесь сделает предложение. Пам-пам, привет. А вот и компания. Здравствуйте. 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 Папа Вася. Женя. Да. Мать. Ну, мать, давай открывай, открывай ветро. Что, 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 с чем? С шашлыком или... Опа, открывай. А, да, да. Дочка сейчас, зятя, будет нам презентовать. Вот, папа, что ты говоришь? Ну, какой зять? Мы так с Женечкой пока решили пожить вместе, так сказать, присмотреться. Ага, да. Ну, пожалуйста, распишитесь в ЗАГСе и присматривайтесь. Нет, вы знаете, сейчас очень модно жить гражданским браком. Да. Ну, потом, если что, вдруг, разбежались и все, без всякой бумажной волокиты. Если что, вдруг, у меня второй разряд по боксу. Удар 300 килограмм. Если что, вдруг. Папа пошатил. Шутка. Ладно, Ва, ладно, Вась. Вась, давай, готовь шашлык детям, угощай детей. Шашлык, шашлык, была свинка, хрю-хрю-хрю, а теперь шашлык ням-ням. Извините, пожалуйста, но шашлык я есть не буду. А что такое? Да ты расслабься, скидываться не надо, ты же с дочкой пришел. Папа, Женечка просто, ну, вообще мясо не ест. А что такое, траванулся? Да нет, там, ну, по другой причине. Больной? Нет, я вегетарианец. Я же говорю, больной. Папа, я вегетарианка. Подожди, ты же еще в детстве переболел этой вегетарианкой. Пап, ты понимаешь, что вегетарианство это не болезнь. Просто Женя сказал, что есть животных, это негуманно. Да, и переубедил в этом вашу дочь. Ты шо мне дочь попортил, а? Не, не, у нас еще ничего не было. Да это сколько угодно, я про мясо. Да она ж в детстве трескала свинину, аж за ушами трещала. Мать работала в мясном, воровать не успевала. Вась, ну шо ты такое говоришь, а? Вась, ну, Яночка его любит, он вегетарианец, то и она с ним. Выходит, ты меня вообще никогда в жизни не любила? Чего это? Шо-то я не видел, чтоб ты со мной в запой ходила. А еще Женя утверждает, что главное это правильно питаться. Это как это правильно? Это маленькими порциями, но часто. Да. Мамаша наша так и питается. Не скажу прям, что порции маленькие. И чистота такая, шо аж ночь захватывает. Ну, понимаешь, Популе, просто вегетарианство, ну, это очень выгодно. Не надо покупать, там, мясо, там, колбасу, жиросжигатели. Да, ага, туалетную бумагу. Вы ж как козлики, наверное, шариками. Клоц, 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 да? И дальше. Вась. Шо, Вася? Ну, не хотят дети мяса, не заставляй. Если не мясо, то шо? У нас, кроме мяса, ничего нету. Ну, как? Вот же мы взяли. Салат, баклажан, сельдерей. Папа! Нахрена ты это все взял? Вон, травы сколько, иди! Щипай, пасись! Вася, ну, Вась, ну шо? Шо, Вася, я не понимаю вообще. Я этот праздник больше, чем свой день рождения люблю. Работаю на заводе по три смены, чтоб вас прокормить. А вы мне тут, Вася, Вася. Эй, ладно, давайте по 50 и проехали. Пап, Женя не пьет. Вы чего приехали? А? Праздник не испортить. Ты вообще понимаешь значение слова «майовка»? Я считаю, что значение этого праздника преувеличено. А, так ты еще и декоммунизатор, да? Слушай, я... Полиция города Киева. Алкоголь употребляем? Если бы! Мы тут только фреши из петрушки пьем. СМЕХ Ну, в общем, хороших вам праздников. Да какой тут уже праздник? Ай, ну ладно, ничего-ничего. Сейчас моя младшая дочь придет, и мы вот с ней осушим вот этот... Всем привет! Мы ненадолго. У нас кроссфит-тренировка. Что? Что у вас? У нас планкинг, кранчинг и пушапинг. А у нас тут букинг и закусинг. А мы не пьем, мы зожники. Ведем здоровый образ жизни. Пхэ! Тыц-пердыц. Ты кого мне понарожала, мать? Пхэ! Пхэ! Ничего себе, целое ведро шашлыка. А ты че, мясо ешь? И целое ведро самогона. Все, это мой любимый зять. А я думал, чем я пампинг делать буду. Вот, чем ты внуков нам сделал. Вика, кранчинг. Да не здесь же, вы чего? Да ну, да вы не понимаете, что ли, вообще? Это ж майские. Их же отменить могут, ну. Вась, ну шо ты, шо ты преувеличиваешь? Ты посмотри на нее. Когда я ей сказал, что 8 марта могут отменить, она орала 2 часа, пока сознание не потеряла. Вась, ну это же молодежь. У них совсем другое отношение к майским. Да какое вообще другое может быть отношение? Это же майские. Я их год жду. Вот это бывает, выглянешь еще в окно, там дождь, слякоть, болото. А вспомнишь, что на майские погода всегда хорошая. И улыбка, она как-то сама появляется. А шашлык, это же не просто мясо. Это лучшее мясо на рынке. Я все оббегал, чтобы для вас его купить. Я его мариновал. Я лучок резал. Плакал. Не от лука, а от радости. Что дети придут, попробуют и скажут, какой папа у нас молодец. А я же утром проснулся в 6 утра, чтобы приоткрыть крышечку, чтобы мясо подышало. Вструсил его душистым перчиком. И ждал, когда же уже на природу. А там птички, там костерчик, там дымок. И вот оно, уже жарится это мяско. И вот широк уже капает на угли. Так пыш, 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 пыш. Иди-то в самогонку. Берешь самогонку. Она чистая, как слеза. Холодная, как лед. И ты так, а-а-а-а. И мяско за ней, а-а-а-а. А оно тает. Вот, что такое майские. А вы у меня этот праздник украли. Украли. Нос. Наливай, батя. И шашлык давай. Женя. Да я хоть раз в жизни майские нормально встречу. Женя, я тебя брошу. Я тебя усыновлю. Наливай, батя. Давай, сынок. Давай. Батя, и мне тоже наливай. Давай. Женька, ну это же вредно. Да че ты. Ради хорошего настроения родителей можно и здоровье чуть-чуть пожертвовать. По чуть-чуть. Давайте мне уже. О, молодец, молодец. Давайте. Я извиняюсь. А ваше предложение еще в силе. У меня смена закончилась. Да, конечно. Ну. Дорогие мои родники, не бывает, не бывает так хорошо в жизни. Такие концовки бывают только в дизель-шоу. А ваше. Как хорошо весной на даче. Боже мой. Воздух свеж. Красота. Птички поют. Послушайте, мама. Мы вот дачу для чего купили? Для того, чтобы на ней отдыхать, да? Ну, конечно. Значит, следующей зимой вы вместе с ней не в Египет, а сюда поедете. А чего это? Как чего? Отдыхать. А че, тут же не какие-то жалкие пять звезд. Тут целое небо. Все включено. В подвале вон закрутки есть. Здесь самогона сделал. Такой же мерзкий и противный, как в Египте. Экскурсии. У этого соседа вы можете посмотреть на пирамиду из кизяка. У этого соседа можете глянуть на сфинкса из мусора. Ты копай давай. Еще картошку сажать надо. Ну, зачем ее копать? Зачем? Мы все равно собираем столько же, сколько посадили. Я вон в прошлом году ведро картошки посадил, ведро выкопал. То ты же идиот! То ты же вместе с ведром посадил! А надо ж в луночку каждую. А потом от паразитов потравить. Чем я вас только не травил? Вы все равно сюда едете и едете. Саша, ну перестань, Саша, ну перестань, Саша, ну перестань ты. Ладно, Викусь, давай будем спасать наш урожай картошки. Неси эту отраву для змей. Змей картошку не едят. Еще как едят. Они еще нормальных людей заставляют на дачу ехать. Копать ее, сажать. Ой, что ты несешь? Ой! Ой-ой-ой-ой! Все случилось, Саша, все случилось. По-моему аппендицит прихватил. Не может быть! Почему это не может быть? Не может у нормального человека быть два аппендицита. В прошлом году я тебе один выдрала. О! Мужик! Это не я! Курик, иди сюда. Че? Хочешь полтинник заработать? Конечно! На! Кого надо убить? Пока никого. Просто огород скопать надо. А, тогда деньги вперед. Да. Спасибо. Я за лопатой. А, сейчас мы в две лопаты в четыре руки мигом тут все перелопатим. А, ну-ну, давай. А что ты постоянно жалуешься, Сесичек? Для тебя же наша дача это как второе рождение. Чего это? А ты что забыл, как мы тебя в капусте пьяного нашли? Я там, между прочим, мама вам яму уже выкопал. Какую яму, Саш? Какую яму? Метр девяносто на метр восемьдесят. Ты что, вообще придурок? Что, она сама попросила? Мама! Да, я люблю посидеть с комфортом. Фу, вот вместо того, чтобы туалет копать, лучше бы повесил табличку «Во дворе злая собака», чтобы вор не залезли. Я вам в прошлом году повесил фотографию твоей мамы. Нас все десятой дорогой обходили. В том числе и бешеные собаки. Ты копай давай, копай. Завтра встанешь в пять утра, картошку польешь. Мама, ну вот зачем? Завтра дождь обещали. Плащ наденешь, не размокнешь, не сахарный. Мужик, ты где ходишь? Так я ж до лопаты пошел. Ну где лопата? Точно, лопата. Что, стоять? На. Не, профессионал работает со своим инструментом. Ну почему я должен копать эту картошку? А как ты эту картошку жрешь жареной? А ее же надо посадить. Ее же надо пополоть. Ее же надо потравить от паразитов. Выкопать. И только после этого. Мама. Все это заменяется одним емким словом. Ма-га-зин. Можно подумать, ты в магазине только картошку и покупаешь. Ты же еще дополнение берешь. Кстати, дополнение. Ой, Саш, молодец. Вот так бы сразу, да? Чему ты радуешься? Он бутылку ищет. Ты ее в прошлом году перезахоронил. Пять шагов на север, зятек. Нету. Нету? Ой, че сейчас у тебя дура-дура. Не на север, на запад. Нету, да? Нету. А вот она. Не наработал ты еще на бутылку. Ай-яй-яй. В туалет пойду схожу. Саш, по-большому или по-маленькому? Представляешь, посмотрел в календарь, а сегодня уже Юпитер в созвездии Рака. Картошку сажать вообще нельзя. Вот, мама, слушайте местного жителя. Сегодня же Сатурн в Раке. Совсем копать нельзя. Это твоя жена в этой позе сегодня. А сажать можно. Кстати, 12 апреля, воскресенье. Так это же день космонавтики. Почти религиозный праздник. Слышь, слышь. Пойдем я с тобой за лопатой схожу. А тебе темную или светлую? Да давай убеду. Я вам сейчас дам лопату. Я вам сейчас дам лопату. Ах, вы хорошие. Саша, я все вижу. Вика, я на форуме грибников прочитал. Для того, чтобы гриб пошел, надо накатить. У тебя на каждом форуме это написано. И у грибников, и у рыбаков, и у копателей картошки. Ай, хорошо в лесу. Да. Холодно, голодные, трезвые. О, родственники твоей мамы. Романтика. А ты наслаждайся природой. А, тишина, и птички поют. Ого, кукушка. Кукушка, кукушка. А через сколько я накатить смогу? Да закройся уже. О, кукушка. А скажи, сколько моей теще лет осталось? Саша. Да подожди ты, это ж праздник. А к празднику надо готовиться заранее. Кукушка, я свой вопрос не отменял. Хотя, тишина тоже хороший признак. Да ладно. Год. Два. Ты заткнись ты уже. Куда ты так притопил? Гриб какой нашел, тишина. Да. Белый. Сорокоградусный. А, как всегда. Мама, а мне показалось, или вы за сердце держались? Не дождешься. Мама, ничего Саша не ждет. Ждет. О, смотрите, какой я гриб нашел. А это не поганка? Вика, ты в грибах вообще ни черта не соображаешь. Мам, попробуйте. Это гриб не ядовитый. В крайнем случае будут проблемы с желудком, а так ничего. Вы-то откуда знаете? А я тебе такие в суп подбрасывала. Ой, опять осиное гнездо. Или это тоже? А, да, вон Сашкина пустая пачка. Мы что, заблудились что ли, мама? Вот, вот, мы заблудились, и что теперь нам делать? А вы, мама, засуньте голову в осиное гнездо и спросите у вас, что нам делать? Может быть, мы вспомним, когда мы свернули не туда? А я знаю, когда мы свернули не туда. Десять лет назад, когда ты вышла замуж за этого идиота. Мама, а давайте по своим следам вернемся обратно. Вика, ну как мы по следам вернемся обратно? Вот как здесь понять, где мамин след, где медведя, где коровы? Саша! Есть какие-то идеи? Кукушка! А куда нам идти дальше? Вот, видишь, говорит, Куку его знает, куда идти. Саша! Ой, лесник, давайте у него спросим. Подскажите, пожалуйста, а как выйти из леса? Что вы стоите? Прячьтесь! К нам летят мардырянцы! Они хотят нас поработить! Они прилетели! Идемте за мной, если хотите жить! В мой космический корабль! Я его спрятал в том дубле! Идемте за мной! Это что такое было? Походу, у нас тоже не лисички. А может, тут ещё и змеи водятся? Мама! Мама, вам-то чё бояться? Они своих не кусают. А я слышала, что в этом лесу волки водятся. Волки? Ты-то чё радуешься? А мне-то чё? Я волка увижу, я фурть и на дерево. Это вон, кому переживать надо. Ау! Ой, волки! Ау! 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 Саша! Слышь, ты, Маугли, если я волка встречу, я полезу на то дерево, где ты сидишь. Это медведь, мама, что делает? Доченька, доченька, я знаю, когда встретишь медведя, нужно притвориться мёртвым, и медведь тебя не тронет. Вот так. Господи! Картина-то какая! Саша! Всю жизнь бы смотрел. Вика, ну сфоткай меня, сфоткай! Саша! Что дальше делать будем, а? Ну что делать? Столовую надо заказывать, оркестр там... Ты сдурел! Ты медведь, Саша! Так, девчонки, это уже не шутки. Вы давайте, наверное, идите... А ты, Саша... Идите, спасай маму! Я попробую его отвлечь. Не верю, что это я говорю. Но спасибо тебе, зрячок. Спасибо. Хотя я болею за медведя. Мама! Давайте! Михалыч, блин, ну где ты столько ходишь-то? Ё-моё! А прикид у тебя классный. Да! Ты же мне, Саня, не костюм медведя дал, а костюм медведицы. Чего ты взял? Это не я взял. Это медведь меня чуть не взял. Настоящий! Я еле убежал. Ладно, слушай, давай, Михалыч, давай, наливай, потому что трубы уже горят. Да, надо, надо, надо. Давай, 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 давай. Опа, понеслась. О-о-о, хорош, хорош. Ну, за нас. За нас. Закуска где? Я в дупле. Блин. Сейчас. Между первой и второй, как говорится. Сашка! Саша! Я вижу, как у вас медведя испугался. Да я так выпил для храбрости. Да ладно, чё вы? Сашка! Да это Михалыч. Всё, Михалыч, раскусили нас. Ты чё, охренел, Михалыч? Ты чё, вообще уже больной. Чё ты? Ты чё делаешь? Ты вообще придурок, что ли? Вот они, Сань, грибочки, жареные, жёлудь. А, это он. А, не подходи ко мне, испрощенец. Сашка, бежим отсюда. Куда бежим? Михалычу помощь нужна. Михалыч! Я за помощью. А теперь хода, хода. Что же делать, а? Что же делать, люди? Сычок! Это я! Да ладно! Это я! Это не Белочка! Это я! Мама, а чё вы там делаете? Сычок, я хотела ламу покормить. А тут медведь. И клетка захлопнулась. Помоги! Вот это прикол. Чё-то я, мама, не видел, чтоб вы сильно ломанулись меня спасать, когда я в обезьяннике сидел. Тем более, вы сами меня туда засунули. Так что, один-один, мама. За что ты меня так ненавидишь? Вам сейчас в хронологическом или в алфавитном порядке это всё озвучить? Ой, господи, боже мой. Санечка, миленький, хорошенький, из-за тёчек мой, бриллиантный. Спаси меня. Вы сейчас с кем разговаривали? С тобой. О, я просто не привык. Вы же всё время то дебилом, то каким-то бараном, то алкоголиком, который вашей дочке жизнь испортил, называете. Кто старое помянет тому глаз, вон? Господи. Мама, это ж как галка вам обзавидуется. Ё-моё. Она ж всего лишь две минуты в программе «Жди меня» была, а вам могут целый выпуск надзвычайных новин посвятить. Господи. Саня, выпусти меня отсюда, и я тебя пальцем не трону. Так вы меня никогда пальцем и не трогали? То сковородой, то в этой, в кастрюле меня по башке огреете. Слушай, если ты меня выпустишь, я уеду и не приеду никогда. В том-то и дело, мама. Если я вас отсюда не выпущу, то вы к нам точно не приедете. Саня, Саня, ну, я тебе, спит, я тебе разрешу пить. Ой, да ладно, я сам себе разрешу пить. Вначале на девять дней, потом на сорок, потом на год возьму. Саша! Саша! Да, Вика, да, да. Ты видел, какие там бакланчики? Да прикольные вообще. А вот там вот кролики такие классные, маленькие, их потрогать даже можно. Пойдём. Подожди, я ещё тут ничего не видела. А тут нечего смотреть, я тут всё уже посмотрел. Ай, ерунда. Да? Ну ладно. Точенька! Саша, слышал? Да, это змеи шипят. Тут же террариум рядом, понимаешь? Ой, пойдём отсюда. Я змеи жуть как боюсь вообще. Точенька, это я! Я, это я! Саша! Это кто? Лама. Это мама! Ну, лама, мама, мама, ну, какая разница, идём. Доченька! Мамочка! Это я, доченька! Как ты туда попала? Доченька, я хотела покормить ламу, а тут медведь, представляешь? А почему ты жоп этом говоришь? Потому что он может проснуться. Помогите! Помогите! Спасните! Я маму спасаю. Помогите! Закрой рот! Что ты орёшь, медведь разбудишь? Идиот! Мамочка, сейчас что-нибудь придумаем. Давай, делай что-нибудь! Ну, чё, я думаю, первым делом маме привипки надо будет сделать. Солидный зоопарк, тут её просто так кормить никто не будет. Маша, твою, вот эти шуточки неуместные! Ну... Это опасный зверь вообще, это хищник! Наконец-то ты распознала всю её сущность. Надо вколоть снотворное! Точно! Это гуманно. Чтоб мама не почувствовала, как медведь её будет... Ты что, придурок? Ладно, сейчас посмотрю в интернете. Ну, давай. Так. О, мам, слушайте, тут вот это написано, короче. Значит, активно разбрасывайте вокруг себя землю. Сейчас! Я шо, дура! Сама себе землю рыть! Я вам серьёзно говорю, тут так написано. Разбрасывать... Дай посмотреть... Как медведица ведёт себя перед самцом в брачный период, Саша! Идёт! Вика, ну это ж лучше, чем он её просто порвёт, правильно? Саша! Не стой на месте! Думай, давай! Ну, я не знаю, не знаю, но может это... Позвони в полицию! Ну, может её это... Застрелить? Да, а квартиру сдавать будем в житоме. Да не идёт, дурак! Да нет, ну... Медведя застрелить я имею в виду! Вика, Вика, иди сюда, иди сюда, иди сюда, Викуся. Смотри, если медведь съест маму, то медведя застрелят, а шкуру нам отдадут, а мы из неё сделаем тебе шубу. Представь себе, первая в твоей жизни натуральная шуба. Вика! Что ты говоришь? Саша, что ты говоришь? А что я говорю-то? Что ты говоришь? Звони в эту полицию, у тебя там ГУМ работает. Хорошо, сейчас позвоню в полицию. Сейчас, маму, сейчас. Алло. Ком, привет. Что-то у меня ситуация такая. Тёща в клетку с медведем попала. Понял. Хорошо. Ну, что? Что сказали? Поздравляет. Всем отделом поздравляет. Говорит, что выставился. Саша! Гады! Эти твои шуточки! Сторож! Здравствуйте, извините, пожалуйста, помогите! Да, 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 срочно вытаскивайте оттуда медведя. Чута, не переживайте, он не страшный. Дело в том, что у мамы сейчас время обеда, медведь в опасности. Саша! Откройте меня! Выпустите меня! Почему? Почему у вас на клетке с медведем написано лама? Не почему, а почему. Всего за тысячу гривень. Что? Что-что? Мне этот человек пообещал тысячу гривень, если я поменяю таблички. Что? А, не, брешу на тысячу. Пятьсот отразу и пятьсот, так что, в случае успеху. Что-что? Что? Ты кому веришь, мне или этому алкоголику? Из двух алкоголиков я выбираю его! А мне вообще все равно, кто из вас уже алкоголик, а кто нет. Выпустите меня, откройте клетку! Откройте дверь! Как я дверь открою, у него ключи! А зачем вы ему ключ, что ли, я не понимаю? Чего, я не сказал, что хочет покормить медведя. Я же не думаю, что таким способом. Да откуда у меня ключи, что ли? С ума сошли! У тебя все это время... Мама! Мамульчка, давай быстрее! Моя хорошая, я походи! Сашенька! Ой, Топик! Саша! Все, наконец-то я свободен! Ты что, дурак? Там же медведь! Да пофиг, он в зимней спячке, понятно? Все, теперь меня будут кормить мясом, фруктами, овощами, ягодами! Ага! Значит, любишь фрукты, овощи и ягоды, гадина ты такая! Хорошо, сейчас... Сашенька, подержи... Вы что там делаете? Вы что делаете? А? 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 Вы куда пошли? Вы что беспредельничаете? Алло! Алло! Вы куда пошли? Эй! Алло! Я стояла тут! Я тебе сказала, я стояла тут! Да пошел ты! ух ты ничего особи хата як у нашего прокурора а ты шо мужчина бывший д.к. это мой дворец я не знала что на шаурме так подняться можно женщина вы кто о якая не культурно женщина извините не представилася марина францевна а для вас роксолана ваша нова жена давай краба а от ныне в кровати мы не ему ты понял молодец будем ести на кухне на столе то я косни по-христианске я мусульманин а ты мусульман ми це быстро исправим шо тут душновато у вас тут кондиционера нема чи шо экономишь на электроэнергии салам воистину салам ой точно за сало забула господи сама закруточки робила все робила угощайтеся пожалуйста угощайтеся я свинину не е а шо такое поджелудочно беспокоить а а цех то явно кто нах он мой слуга а слуга да ой слуга готовься в заграничную командировку поедешь житомир у меня там 30 соток огорода надо перекопать на зиму сотка ты дурика не включай пошли со мной вставай тут махай шо продукты не пропали ой извините международный разговор альо галя привет галя сядьбу ты зара упадешь не субсидию не оформила это нереально галя я в дубаях ну не межигорье конечно но тоже красиво аль ну ты представь шо в житомире нашли нефть ну где-то так а то есть ты приперлайся да ну во первых тут не матопительного сезона а во вторых ты знаешь я мечтала всю жизнь выйти замуж за шейха алья в житомире шейхи в нема алья твие арсен не шейха лох ты поняла женщина ой алья вибачь мий новый муж мне не требует да 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 може и по цьому вопросу я перезвоню женщина я не собираюсь жениться на вас я уже женат таки я замужем пока так что у нас с тобой счет 1-1 ничья а не 5-1 не в мою пользу слухай ты у тебя арафатка не трисны это на каждый день ничего соби у нас мужики тиждень может носить носки а у него женщина на каждый день а чо це вони оці всі в чорному замотані в якісь тряпки у вас шо вірус якийсь карантин чешо это паранджа женщина обязана закрывать лицо и тело ну хорошо ше оцею тряпочкою я якось лицо закрию а оце куди я діну а для кого мама квіточку ростила паранджа это обязательно женщина паранджу снимает в одном случае ну вы понимаете и то не всегда слухай аладдин твого джина из кувшина я и без паранджи достану я така не надо спасибо мне для этого хватает моих 5 джон а ты подумай своей головой на шо тебе 5 джон если у тебя будет 5 в 1 ну во-первых мне их легче будет прокормить а во-вторых они все вместе в одно время делают разные дела одна кушать готовит 2 убирает 3 стирает ну и 2 для плоских утех ничего я якось цей тесный график втиснусь так шо отдавай на им паспорта давай ну шо девки прошла любовь завяли финики я начинаю процесс дегарематизации женщина я принц а внула и вназис я не позволю чтоб моем доме командовала женщина слушая андрей азизович я бы не советовала начинать семейную жизнь драки потому что вонам уже закончится едва начавшись мы не отодим нашего господина ой а откуда ты звук ты хочешь руку подними чтобы я могла изломать а ты наверно понедельник шо такая страшненькая темная ночь я вообще-то главная жена господина а ты еще из жалости взял да я любимая жена господина оказавши не пьешь я лучше всех танцую танец живота тебе нравится танец живота ну так вот сегодня тебя ждет зажигательная дискотека ой 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 я извиняюсь не имеется подружки галя галя я попала в бордель не слухай в гарем по их нему ты шо не знаешь что это таке галя это же самое что на нашей житомирской трикотажной фабрице коллектив правда маленький но все тоже с начальником сплять галя я тебе честно говорю зараховывается в трудовый стаж галя галя я тебя не чую галя марина я уже тут метеорит житомир житомир молодец это кто то таке это неделя так сказать тиждень в сборе а це хто таки Я Емир. Емир труд май, слухай. Пиди, сделай мне шаурму XL и двухлитровую колу. Потому что я на МАУ летел, а ты знаешь, как они кормятся. Знаете, с кем вы разговариваете? Я принц Абдулла ибн Азиз. Что? Галя, это начальник гарема. А, это с ним нужно, Ибн? Мы не отдадим нашего господина. Галадин, это твоя, Жасмин? Слушай, Жасмин, еще раз что-то такое ляпнешь, я тебе лампу натру. Девки, девки, да не переживайте вы так. Мы вас пристроим. У меня же было пять мужей. Галя, докажи. Так вот. У тебе будет пьющий. Тебе будет лушперити, так? Будешь синя ходить. У тебе в сексе будет... никакой а ты три роки будешь носить и передать зато тоби повезло так сказать джекпот почему так ну все девчата давайте сбирайте манатки идуйте дуйте 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 звицеля дуйте в житомир вот это природный баланс я еще две красу не едут житомира тоди пупой не повернутися минимум пять страшненьких то ж мы зараз мариною будем о ням ням да да а потом за миром будем о ибн ибн а я марина ну хочешь можем о на троих